Самый напряженный. Этот год станет для первокурсников. Они только поступили и после первого семестра придется менять вуз. Не просто придется и выпускающимся. Они до последнего надеялись, что получится защитить дипломы в родных стенах. Татьяна Коткова готова ехать со своими выпускниками, лишь бы у них все сложилось. Она поступила в Рязанский филиал Московского государственного института культуры в 1991 году. После окончания стала преподавателем. Сейчас возглавляет курс режиссеров массовых праздников. Сейчас тоже учебный процесс, творческий процесс не останавливается. Очень переживаю. На переправе, как говорят, лошадей не меняют. Нам предлагают и московские вузы, и куда-то еще защищаться. Но сами знаете, что такое выпускной курс и как в это сложное время поменять вуз. Если в новостях говорилось о том, что о закрытии филиала сообщили только на заседании ученого совета и документов никто не видел, то заместитель директора уверяет, вопрос о ликвидации уже решен. Он ликвидирован 26 августа 2019 года. В этот же день, 26 августа, у нас началась проверка Рособорнадзора. То есть комиссия Рособорнадзора проверяла ликвидированный филиал. Процедура ликвидации займет семестр. Двери Рязанского филиала Московского государственного института культуры закроются 2 февраля 2020 года. Без работы могут остаться порядка 60 преподавателей. Более 400 студентов переведутся в другие вузы. Вопрос ликвидации, по словам Владимира Калинина, обсуждался уже давно. Высшее учебное заведение сейчас избавляется от филиалов в регионах. И дело здесь не в плохом состоянии здания. В конце концов, преподаватели могли бы вести занятия на базе музыкальных школ или театров, как это было раньше. У здания нет проблем, кроме того, что надо фасады привести в порядок, надо кровлю перекрыть. Она с 1997 года, ее перекрывали в 1997 году, железо прогнивает. Чтобы не сыпалась штукатурка с фасадов, надо провести ремонт. Это не ремонт, который требует одновременного огромного количества средств. Достаточно ежегодно, спокойно выделять определенное количество, дозированное количество, и здесь это все будет решено. Нам, я надеюсь, будет помогать и региональные власти. Они не могут не финансировать нас ничего, но они хотя бы нас поддерживают. И эта поддержка, она всегда ощущалась. Спасти родной вуз пытаются студенты. Иван Васильев создал петицию, адресованную министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не закрывать филиал. Вся моя жизнь связана с этим вузом. У меня, получается, мама здесь работала педагогом, отец учился, сестра учился. То есть у меня вся жизнь прошла с малых лет с этим институтом. И когда нам сказали, что нас закрывают, это просто сердце разрывалось. И хотелось об этом рассказать как можно больше всем, всем, всем. И тут же, как только нам сказали, я создал петицию. И на самом деле поддержали меня абсолютно все студенты. Надо отметить, что Рязанский филиал Московского государственного института культуры – единственный вуз, готовящий библиотекарей, хореографов, художественных руководителей творческих коллективов. Если его закроют, учиться придется ездить в столицу. Кроме того, неизвестно, что будет со студенческими театрами и другими объединениями, работающими сейчас в вузе. Дина Исляева, Данил Пилипенко, телекомпания «Город». Рязанский филиал Московский 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 ф